Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные актуальные видеоролики из социальных сетей. Водитель сбил подростка на электросамокате в Казани. Судя по видео, 16-летний молодой человек на пешеходном переходе не спешился и начал движение на мигающий зеленый. В ходе предварительного расследования будет установлено, соблюдал ли водитель правила дорожного движения и каковы были причины столкновения. Пострадавшего немедленно доставили в медучреждение. Состояние его здоровья врачи пока не комментируют. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые выясняли все обстоятельства произошедшего. Последствия ливней и ураганов в Башкортостане показали в интернете. Ряд сел остались без электричества. Затопило и размыло дороги. Некоторые районы подверглись мощным паводкам. Так выглядит одна из деревень в Ишимбайском районе. Циклон испытывал наших соседей на прочность. В ДТП в Тукаевском районе погиб водитель иномарки. Предварительно автомобиль Hyundai Solaris под управлением 67-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с газелью, за рулем которого был 59-летний житель Казани. В результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. С различными травмами их доставили в СМП набережных Челнов. Водитель и пассажирка «Газели» не получили серьезных повреждений. Не исключено, что водитель Solaris отвлекся или ему стало плохо за рулем. Потому что для обгона причин не было. Полоса для него была пустой. Сейчас на этот вопрос пытаются ответить в прокуратуре и госавтоинспекции. Когда эволюция повернула вспять? Таким вопросом задались в соцсетях. Посмотрите и сразу все поймете. Такое странное увлечение детей называется квадробинг. Сегодня мнение общества относительно этого разделилось. Кто-то из родителей и учителей бьют тревогу, считая такое поведение ненормальным. Даже некоторые подростки признаются, что не понимают увлечения младшего поколения. Главная звезда прошедшего выпускного – сурдопереводчица, которая затмила самих исполнителей во время московского выпускного в парке Горького. «Дайте Оскар этой богине!» написали в соцсетях. Выпускные балы прошли во всех российских регионах. 6 тысяч выпускников собрались на выпускном балу в Кремле. Гигантскую концертную площадку превратился в московский парк Горького. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале «Татарстан-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова